МПП об ошибках товарища Семина об этом пойдет сегодня речь уважаемые товарищи уважаемый Константин Викторович спасибо вам за спокойный тон полемики в который вы включились за достаточно уважительное отношение с тем аргументом который я выдвигал постараюсь ответить вам тем же самым вот потому что это как раз я думаю хороший пример того как надо вести дискуссию не приклеивать без ярлыки а доказывать все что говорится поэтому я постараюсь достаточно доказательно показать что многое из того что вы говорили надо понимать с точностью да наоборот вот самое такое интересное обвинение в охранительстве вы строите на основе неких людей последователей Попова которых вы не называете ни фамилии ни должности и кто это такие где их взять вот а кто это такие значит если вы со мной дискутируете вы должны найти у меня то что относится к предмету нашей дискуссии я так понял что у меня вы не нашли я духу хочу вас заверить что и не найдете потому что я вообще-то когда что-нибудь пишу или выступаю я контролирую то что пишу и для этого как говорится есть голова а вот ссылаться на каких-то последователей но вот это кажется связано с той организации масса этих кружков и вашего первенства этих кружков которые вас окружает потому что вам кажется что то и некий вождь этих кружков кружков или кружковцев вот они ваши последователи и вам кажется что и также организовано все в других местах у нас не так организовано я являюсь членом рабочей партии россии в рабочей партии россии все вопросы решаются большинством рабочих том числе центральный комитет съезд любое собрание принимает решение только наличие большинства рабочих или если интеллигентов присутствует больше чем рабочих из числа интеллигентов либо вообще никто не голосует либо обеспечивается большинство рабочих при голосовании поэтому скажем если я сейчас выступаю как сопредседателя идеологической комиссии центрального комитета то хочу вам доложить что совсем недавно состоялся двадцать седьмой съезд на котором меня не было на котором я не выступал и поэтому люди там решали как вы понимаете так как считали нужным они потому что они чьи-то последователи и если уж ставить вопрос о том чьи чьи последователями кого является члена рабочей партии россии я думаю можно совершенно спокойно сказать последовательными ленина а вот в том что я услышал у вас я вот сказать этого не увидел вообще кружки эти не ленинские они не ленинские поэтому они не берут современный этап развития марксизма потому что современный марксизм это ленинизм ну и поскольку эти вот граждане на которых вы ссылаетесь они всякую напрасль но говорят хорошо бы их найти поскольку это провокаторы они стравливают эти провокаторы меня и вас или вас и меня вот мы бы этих нашли бы этих провокаторов да и соответственно с неба пошлись и выборе теплые слова сказали я бы им теплые слова сказал свободе этими делами не занимались поэтому если вы когда-то хотите что-то узнать это очень просто сделать как говорится вы знаете мой домашний телефон у меня есть электронная почта и все мои координаты везде развешены в каждой газете которые мы выпускаем поэтому такую проблему уточнить у меня а что я по этому поводу думаю не существует и никаким посредником таких делах обращаться не следует ну что это такое даже более того хочу сказать пока код я не увидел что вы как сказать глубоко узнаете ленинские работы я чувствую что вы некоторые стили ленинские не усвоили вот ленин говорил что только что в политике или в экономике верить на слово круглый дурак это не ваш адрес это когда я прочитал то я как-то обиделся думаю что это такое вот я верил почему верить это же хорошо людям верить хорошо но это хорошо когда это касается всяких других дел а политики это такая область которые все их всех обманывают поэтому как можно в политике верить поэтому я чип дал читать дальше у ленина и я читался за того что ленин написал еще более такой неприятную для меня вещь кто в экономике и в политике верить на слово вот круглый идиот на этом моя вера вот на слово закончилась я никогда не верю на слово тем кто что-нибудь говорит про кого-нибудь плохое или про кого-то без нужды хорошее надо все проверять если вы зашли в область политики здесь обман царит на чем держится буржуазное государство на том что одно пропагандирует буржуазную идеологию раз она пропагандирует буржуазную идеологию то но и всегда имеет возможность проголосовать в любом собрании там учредительном или собрании депутатов парламенте в думе совете федерации так выбор провести с гарантией наивные вот эти рассуждения что кто-то что-то подтасовал ну это смешно ну конечно во всех выборах кто-то что-то подтасовывает но это мелочь а самое главное что господствующая экономика обеспечивает господствующую идеологию идеологии господствующего класса является господствующей идеологии поэтому если у нас сейчас буржуазный экономический строй то в большинстве голов у нас буржуазная идеология поэтому если вот все будет честно пречестно урны все прозрачные все на виду всех мы исчисляем и все проверяем хотя где таких найдете вы желающих это все проверять кому это нужно кто это будет заниматься этой ерундой потому что серьезные люди понимают что обязательно выиграет то тот кто организовывает выборы вы об этом сомневаетесь неужели вы верите на самом деле то что значит как-то может быть по-другому нигде ни в одной стране и никогда на выборах никто не приходил вот а если приходили то это были не коммунисты вот вы наверное знаете историю с альенда альенда он социалистическую партию а там еще была коммунистическая партия чили и вот альенда написал большую статью социализм без диктатуры пролетариата у нас она была опубликована в журнале таким большим красным названием социализм без диктатуры пролетариата и чем дело закончилось пока он проводил буржуазную реформу то есть отбирал земельная собственность у помещиков и передавал их кому капиталистам чилийским вот его не трогали как то значит и там выскочил один с автоматом во всем дворце президент называется и вот так сказать убили и воцарился чили фашизм открытая террористическая диктатура наиболее реакционных наиболее шеверистических элементов финансового капитала но в чили же не было финансового капитала финансовый капитал был соединенных штатах америки поэтому этот фашизм который осуществлял криночет был в этом смысле фашизмом во внешней политике или как иногда проще говорят фашизмом на экспорт точно также когда ельцин стрелял по парламенту после того как ранил руководителя конституционного суда и объявил его деятельность его указ о разгоне верховного совета не конституционным что сделается подогнал танки из этих танков напрямую прямой наводкой бил по белому дому по верховному совету но какие вы еще примеры вот кроме чилистского варианта вот этот вариант а других наверное не найдете вот так обращаются с буржуазной демократией фашисты а вы в определении фашизма начинаете вместо научного марксистского и ленинского подхода применять подход литературный вот если написано значит фаш что это веник что это пучок то вот так сказать если вот какие-то пучки люди собираются значит это фашизм но это значит смешно это не научное определение фашизм это открытое террористическое которое террористическое означает и открытое что никакого парламента нет никакие законы не признаются вас в любой момент могут схватить и уничтожить в любой момент без всяких законов а чем отличается буржуазная демократия она не отличается по существу или вернее отличается по существу но сущность буржуазной демократии диктатура буржуазии но если это диктатура буржуазии в форме буржуазной демократии то прежде чем вас схватить Сначала принимаются соответствующие решения, законные. Законные органы вас арестовывают, потом законный суд, который является инструментом буржуазной диктатуры, вас осуждает. А потом законно отправляет в места не столь отдаленные. Вот что такое буржуазная демократия. И когда у нас был социализм и советский строй, ну максимум, что мы видели на улице, это ходил участковый на всякий случай. С пистолетом. Почему? На дежурстве. А потому что у нас бандиты и тогда были. А вот такого, чтобы дубинкой кого-то стукнули, ну такого никогда не бывало. А я вот сколько раз видел в Москве, я жду поезда на Ленинград, сижу на Ленинградском вокзале. А там подходит бывшая милиция, а теперь полиция. И дубинками тех, кто там сидит, видимо, они их уже знают, люди бездомные, видимо, сидят себе, греются. А что делать им? Кто их выгнал из домов? Разве были у нас бездомные в Советском Союзе? Не было бездомных. Разве были у нас люди, которые просто шлялись по улицам, потому что им некуда пойти. Так что не надо путать фашизм и диктатуру буржуазии в буржуазно-демократической форме. Вот если у нас буржуазная демократия во Франции, это значит, что этих самых желтых жилетов будут бить. Это значит, что будут из бронзбойтов их поливать. Светошумовые гранаты придумали, как вы понимаете, ни в России, ни в Белоруссии. Это инструменты буржуазной демократии. Вы знаете, какие права имеет полицейский в Соединенных Штатах Америки. Если он убил, значит, и убил. И все на этом. Никакой ответственности он по существу не подвергается, не привлекается. Это что? А почему? А потому что это буржуазная демократия. А что значит демократия? Ну, демократически решили, установили такие законы. Установили такие законы, что каждый в Америке вооружен. И вот один артист вооружился семью-десяти видами оружия, сел у окна во время фестиваля и убил 70 человек. Вот вам демократия. Никакого фашизма там нет. Все это демократически. Сейчас поднимается вопрос в связи с выборами. Дескать, не отказаться ли нам от того, чтобы все носили оруния? Ну, как? Это же святое демократическое право. Если бы я с вами не согласен, достал пистолет. А если бы вы раньше меня достали, то бы вы меня убили. Вот и спор закончился. Вот красиво. Вот в Америке как хорошо решается вопрос. Это изначально так решалось. Что такое демократическая партия? Демократическая партия, как известно, это партия рабовладельцев Юга. А что такое республиканская партия? Это буржуазная партия тех, кто воевал с рабовладением. А сейчас некоторые думают, раз написано демократическое, значит это какие-то демократы. Хотя, между прочим, демократия предполагает республику, а республиканцы, это те люди, которые насаждают демократию. То есть, вот разделяется один отряд буржуазии на две части. Они ведут между собой потешные бои. Сейчас все вокруг, значит, смотрят, кто победит, кто победит. Победит американский капитал с гарантией. Вот мне сколько раз приходилось уже говорить, что это двуглавый змей. А у нас, у нас тоже хорошо, у нас трехглавый змей, у нас есть единая Россия. Она, между прочим, 70% места имеет, и она может изменить конституцию спросов и без всяких голосований. И вот эти голосования, это прилагательные. Потому что для изменения конституции достаточно более 70% голосов. И, кроме того, в Думе еще есть справедливая Россия. Это запасной вариант. А вдруг что-то с единой Россией есть справедливая. А еще кто есть? А есть ЛДПР. И что у нас получается? Это три буржуазные партии, можно считать. А лучше считать, что это одна буржуазная партия трехглавая. Только у них там драконы, а у нас трехглавый змей. Этот трехглавый змей демократически провел антинародную или пенсионную реформу. Демократически. Никого не били. Выступать против разрешали. Пожалуйста, выступай. Я тоже против выступал. Широко. И что? Ничего. Выступайте. Вы выступаете. Вы повыступали? Повыступали. И все. И весь разговор. Вот. Это первое. Второе. Вообще, я думаю, что поскольку затеян такой у нас спор, то надо, видимо, действительно постараться делать этот спор таким выдержанным. А вот вы начали его невыдержанно. Вы стали нападать на Старикова. Интересно. Вы же пошли к Старику. Вот вы говорите, Стариков. Вы пошли к Старику рассказывать про социализм. Если вы считаете, что Стариков такой-сякой, там раз такой. Не хочу повторять. Ну, так а что пошли? Он что-нибудь исказил? Ну, я не знал, так сказать, и не видел, что он там как вас записывал и что вы говорили. Поэтому, когда мне позвонил Стариков и попросил выступить, я вообще по приглашениям обычно выступаю. Я думаю, что если люди интересуются этим вопросом, и не только интересуются, а обязуются это дело выдать в эфир, что можно было другим людям рассказать. Ну, у меня, я так понимаю, миссия, которая есть в партии, в которой я не тот, у которого есть последователи. Последователи у нас Ленина, а в партии есть люди, которые выполняют программу партии. Устав партию, если не выполняют, их выгоняют. Если до этого даже они занимали видный пост. У нас вот каждый раз, чуть ли не на каждом собрании, исключают членов партии. За то, что они не соответствуют тем понятиям, которые связаны с программой уставом партии. Ну вот, после этого, значит, меня пригласил. Стариков куда пригласил? Я так же сидел, вот как сейчас сижу с вами, разговариваю. Вот, не отходя, с учетом того, что кому-то и плохо, это самая коронавирусная инфекция, кому-то вроде и хорошо. Сидишь дома, записывают и дают. Никуда ехать, мне надо экономия. Вот, меня записал Стариков, и я интересовался, чтобы он все выдал так, как было. Он выдал все так, как было. А потом, я думаю, а мне стало интересно, раз я эту тему излагал. Думаю, а что вот Константин, уважаемый мной Константин Викторович, сказал. И когда я открыл и стал слушать, я обомлел. Константин Викторович, ну я от вас этого не ожидал. Ну, я понимаю, что вы, так сказать, не ученый, специально этим не занимались. Ну, как вот, я так думал, что то, что Ленин отличается, его вклад вообще в марксистскую науку, в теорию классовой борьбы, заключается в том, что он показал, что в условиях капитализма, монополистического, при империализме, уже имеется такая неравноверность развития, что ни о каком едином выступлении, там, ведущих, пролетариата, ведущих стран, не может быть и речи. Обязательно этот переход капитализма будет либо в одну, или в нескольких странах. И это в двух работах написано, ну, специально, фундаментально. И о логинге Соединенных Штатов Европы, и военная программа пролетарской революции. Вот это я все цитировал, и сейчас вот не буду повторять, потому что это все записано, это зачитывал. Не стоит же одно и то же повторять. Но дело-то не в том, что это написано Лениным, а дело в том, что это соответствует современному этапу развития капитализма. И в силу неравномерности развития даже получилось, что некоторые капиталистические страны с нами вместе воевали против фашизма. Поэтому, ну, как можно, как можно говорить, что не может быть социализма, не может социализм победить в одной стране. То есть, вы пошли прямо против Ленина, можно сказать, в лоб. И как вы сейчас удивляетесь, что это критикуется? Ну, я думаю, что если вы политик, то вы должны понимать, что если вы в лоб идете против элегизма, то для последователей Ленина, конечно, вы тогда человек, который пошел против Ленина. И соответствующую оценку вы должны получить. И вы ее и получили. Поэтому, что-то удивляетесь, что вы, собственно, планировали, то и произошло. Или вы думали, вот вы в стране, в которой был социализм, в стране, в которой был Ленин, в которой совершена Великая Октябрьская революция. Вы будете выступать против Ленина, и это вам просто так сойдет? Не сойдет. Оно и не сошло. И не может сойти. И это дело не в вас, если бы и любой другой. То есть, такие вещи. Он бы такую же оценку и получил. То есть, кто последовательно выступал за то, что невозможно победить социализм в одной стране? Труцкий. Соответствующую оценку вы и получили. Как друг и приятель. Или ваши ссылки на то, что у него фамилия Бронштейн, ну, не серьезные. Ну, вот есть вот русский худольник Левитан. Он же хороший худольник. Меня очень нравится. Он русский худольник еврейского происхождения. И что плохого в этом? У нас есть вот диктор был такой, Левитан, которого Гитлер не любил. Хотел, говорят, повесить за язык. Который о победах Красной Армии сообщал по радио. Ну, Левитан-то, диктор же, тоже же еврей. И что? А Свердлов, который был за смертную казнь, врагам революции. И вот, между прочим, многие евреи, вот мои знакомые, не любят за это. Ленин очень уважал. Поэтому, ну, что мы будем говорить? Вы, наверное, знаете историю бунта. Вот бунт был националистической такой организацией. Они собирались, так сказать, делить людей не по принципам политическому, а по национальному. В партии. Вот это уже партия не допустила. А что касается вот таких представителей, ну, как бы я назвал, если точно, таких русских людей еврейского происхождения, никто их за национальность не критиковал. Их критиковали за позицию, которую они занимали. Ну, Бухарин-то уж русский-перерусский. Ну, его, так сказать, судьба такова, что он отошел от партийных позиций, пошел против социализма. И, соответственно, он не должен удивляться, что диктатура пролетариата, так сказать, с ним поступила очень немягко. Только это диктатура. Вы же понимаете, что слово диктатура, как говорил Ленин, это слово суровое, неприятное. Ничего не поделаешь, потому что всякое государство – это диктатура того класса, который есть. А диктатура буржуазии может быть в разных формах. Мы уже об одной форме говорили. Вот. И вы затронули тему фашизма, и вам не понравилось определение фашизма Димитрова. Вы не отвергли его совсем. Я внимательно слушал вчера. Вы сказали, ну, вот это как-то так вот, как-то вы поежились, что, дескать, ну, не очень оно хорошее, дескать, все. А вот надо исходить из того, что вот что-то такое фаш. Надо исходить из содержания. А содержание этого определения такое, что это открытая диктатура. Вы понимаете, открытая диктатура? То есть, прямо вас берут и убивают. Без всяких разговоров. Ну, нет такого. Но убийцы есть, конечно. Они во всех государствах есть. И при социализме были убийцы. Поэтому, если мы так будем считать, открытая имеется в виду, что государство в открытую, фашистское государство в открытую убивает, не ссылаясь ни на какие законы, никаких процедур нет. Нет никакого следствия, никаких защитников тебе, никаких адвокатов. Все. Повесили, застрелили. Или пригласили, как вот немцы сделали, евреев прийти в Бабий Яр. Сказали, что вам хорошая работа, возьмите 20 килограмм. Ценностей с собой. И приходите. Они взяли узелки, пришли. В них узелки отняли с ценностями, с деньгами. А их побросали и постреляли. И все. Какая там процедура была юридическая? Да никакой юридической процедуры. Но это и есть фашизм. Или, как говорят, обыкновенный фашизм. Ну, вот это он самый обыкновенный, когда просто применяет грубую силу, причем вплоть до убийства, без всяких формальностей, связанных с демократической структурой или демократическими формами государства. Потом, после поражения фашизма в Германии, и в Америке, и в США, поняли, что вообще более удобной формой для сохранения диктатуры в Буржуазии является демократическая республика, а не фашизм. Ну, потому что судьба вот гитлеровской команды, какова, в конце концов, все они погибли, сами либо застрелились, или отравились, или сожгли друг друга, и так далее. Поэтому, кто хочет пойти по этой дорожке, ну, против него уже теперь выступает не только социалистический мир, ну, и буржуазно-демократический мир, то есть государство, диктатура Буржуазии. Но кое-как, хотя вам это не нравится, но фашизм во внешней политике они проводят. Неужели непонятно, что сделали с Ливией? Прилетели самолеты, разбомбили, уничтожили, разграбили эту самую Ливию, убили президента. Закона избранного. В Ираке, закона избранного президента, то же самое, повесили. И сняли на мобильный телефон, как его вешали. А тут внук был рядом, и внука застрелили из пистолета. Ну, а что сделали с Югославией? Бомбили, 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 и расколотили Югославию. Намного-много государства, я вот никак не упомню, сколько какие там государства. Сербия, Хорватия, Черногория, Босния, Версаговина, и, по-моему, еще не все. Так, я перечислю. Македония, наверное, еще есть там, да. Вот что сделали. Это же что такое? Поэтому, ну, как можно вот такое определение фашизма, которое дал Дмитров, и которое полностью оправдало себя, и которым пользовались. И обратите внимание, итог, я сказать, вот применения этого фашизма. Вот сражалось наше государство, не фашистское, с фашистским государством. Ну, мы, естественно, воевали, и немцы понесли большие потери. Примерно с обеих сторон по 9 миллионов военных погибло. Но с нашей стороны всего погибло 25 миллионов. То есть 18 миллионов это мирные жители, которых убили фашисты. Вот в чем фашизм. То есть он не убивает только тех, кто пошел с военной силой. Он убивает мирных жителей, женщин, детей, стариков, кого угодно. Поэтому, если бы мы с вами жили в фашистской стране, то, я думаю, эти наши с вами дискуссии, никто там не разбирался бы, в чем там различия между Поповым и Семиновым. Обоих надо, так сказать, повесить, и все. И пусть они, пусть лицом друг к другу висят. В фашистском государстве. Ну, что вы какой-то заговорили о фашизации? Это как вот, это же скачки, такое понятие диалектическое, скачок, переход демократии в фашизм, скачкообразный. Вот смотрите, как скачком перешел демократический режим Ельцина в фашизм, а потом, когда ему посоветовали хозяева этого финансового капитала, он обратно вернулся в демократию. И уже была Конституция. Правда, ее за нее никто вообще не голосовал. Об этом молчат. И хотят, чтобы на нее молились. Я был членом Конституционного совещания. Я знаю, что сколько было проектов. И у нас был проект. О, так сказать, Слободкина проект. И этот проект много, мы собрали много подписей за этот проект. Но никто никакие проекты на голосование не поставил. А вот, голосуйте. Вы за Конституцию Российской Федерации? Ну, если я за Конституцию, это развитое голосование за какой-нибудь из проектов? Это вопрос такой, если вы против Конституции, туда, значит, достают пистолет. Или так, вы за Конституцию. Две руки подняли, одну опустили. Все. Выборы состоялись. Никто не голосовал за эту Конституцию. Ни один человек. Ни один. И от нее тут сейчас молились в связи с тем, что вот какие-то поправки. Конечно, довольно странно выглядят поправки Конституции, за которые никто не голосовал. Но можно все равно думать, эта поправка хуже стала, если сделала или лучше. Это можно. Но и каким-то особенным великим делом это размаживать нельзя, потому что никто этим не руководствуется. Если кто-то думает, что вообще руководствуется Конституциями в политике, тот вообще наивный человек. Сначала завоевывается власть, потом временные какие-то органы создаются, а потом, когда все утрясется, тогда подводится под этот фундамент Конституции. Вот как у нас было в советское время. Сначала революция, потом были декреты правительства. Правительство вообще может в нормальном демократическом государстве сдавать законы? Только в порядке исключений. А потом, когда появился уже исполнительный комитет или Всероссийский Съезд Советов, вот он принимал законы. А вовсе не правительство. А потом, так что было раньше? Советская власть или Советская Конституция? Сначала власть. Власть объявляет неизложенное. И все, старую законность, новой законности еще нет. Ну, пока временная законность. Как называется? Революционная. Вот революционная законность постепенно формируется, а потом все это модифицируется и получается Конституция. У меня надо на нее молиться. Так, значит, что мы имеем? Мы получаем, что вы в вопросе о этих самых последователей сделали недопустимую вещь. Вы так и не назвали ни одного человека из этих провокаторов, которые приписывают мне то, что я не говорил. И вам сообщают. А вы, как наивный политический человек, верите этим провокаторам. Я вас очень прошу провокаторам не верить. И такое вот, хоть вы меня и заверяете в добром отношении, я считаю, что это не совсем доброе отношение, что вы ко мне относитесь хорошо, но если какая-нибудь сволочь про меня что-нибудь сволочное скажет, вы ей поверите. а я спрашиваю вас, а кто сказал-то? Я имею право спросить? Имею. Скажите мне, кто это про меня сказал? Если ты из нашей партии, но у нас есть там средства, у нас в партии разбираются люди, если не надо, если я не прав, меня исключат, если тот не прав, его исключат. У вас такого нету. У вас есть, так сказать, толпа этих самых кружковцев и как бы духовный лидер, то есть вы. Поэтому у вас, вот у вас есть последователи, действительно. А куда они вот у вас, эти последователи идут? А идут они никуда. И я хочу сказать, что вот ваша, вся эта организация с кружками с вами во главе, это самая, что у нас есть сохранительская организация. Доказываю. Поскольку надо доказывать же в политике. Значит, вы сами лично на этой неделе публично рассказали, что с вашей точки зрения, и с точки зрения всех ваших вот сторонников, от имени которых вы выступаете, вы прямо скажете, я выступаю от имени марксельских кружков. Вообще не понимаешь, что за организация такая марксельские кружки. Вот этот кружок так считает, тот так, вот этот так. Как вы от имени всех выступаете, если они не представляют собой партию? Вы одиночка. Партию вы не создали. Программы у вас нету. Устава у вас нету. Как вы можете говорить, это ты толпы. Ну, вот, поэтому это толпа ваших последователей. Куда вы эту толпу ведете? Выбедете ее? Никуда. Потому что все эти ваши марксисты с вашей подачи считают, будем считать, если вы их этому учите, что социализм не может победить в одной стране. То есть, не может он победить. Зря, короче говоря, делали социалистическую революцию. И в Китае зря продолжают строить социализм. Ничего не получится. И на Кубе зря. В КНДР вообще напрасно построили социализм. Там построен социализм. Там нет частной собственности. Лаос зачем-то в 1975 году сделала революцию. С вашей точки зрения она ни к чему не приведет. Потому что в Америке же нет еще революции. А вам хочу объяснить, что в Америке и в крупнейшей стране капитализма, которая грабит весь мир, подкармливают рабочий класс. Поэтому последним будет та страна Соединенной Соединенной Америки, в которой победит социализм. Потому что подкармливают и создают рабочую аристократию. Или как по-английски звучит рабочие приказчики класса капиталистов. Поэтому не будет там быстрой революции. В последнюю очередь, в самую последнюю очередь, вот эта крупнейшая и самая богатейшая страна построит социализм. Потому что она живет и подкармливает своих рабочих за счет ограбления Востока, Африки и так далее. Это такие вещи элементарные, которые уже нужно знать. А по всякому случае, если вы не были политиком и по политическим вопросам не выступали, а просто другим каким-то вопросом выступали, к вам и претензий нет. Ну, нельзя за всех требовать, чтобы они такие вещи знали. Но если вы беретесь вообще доказывать, что теория Ленина не верна, а вот эта теория Троцкого верна, ну, так вы сами себя загоняете в угол. И не удивляйтесь, что, к этому относятся люди отрицательные. Неверные. По фашизму у вас совершенно неверная политика. А здесь получается, что раз ваши эти сторонники и последователи, они не готовят социалистическую революцию, зачем они будут готовить, если она не может победить? Не может она победить, согласно вашей точке зрения. Не может, поэтому готовить. Да вдобавок еще для подкрепления этой вот вредной теории вы еще говорите, что класса рабочего нет. Ну, я вам, так сказать, в доверительной форме, но публично сообщил. Я недавно специально проконсультировался со специалистом в этой области, с доктором экономических наук Мазуром Олегом Анатольевичем, который защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете на тему воспроизводства работников современной России. Он все данные по рабочим знает. Он мне сказал, вот прямо я за 10 минут разговора с вами или о вас, я позвонил ему и спросил, так сколько у нас сейчас, можете мне цифру уточнить, 26 миллионов. поскольку вы, несмотря на это, и вы считаете, что я несерьезный человек, или считаете, что это вот я последователь Мазура, я, конечно, не отказываюсь от того, что я в этом вопросе последователь, но я хочу вам привести самые свежие и дополнительные данные. Вот, к 153-ю Ленина вышла такая книга. В этой книге издана общероссийская общественная организация российские ученые социалистической ориентации. Ну, кого вы еще хотите взять? Ну, капиталистической ориентации. Ну, я думаю, они там точных не должны. Это социалистическая ориентация. Руссо, страницы Ленина к 150-летию Ленина. Открываю. Это свежая книга. Эту книгу я получил как участник конференции, которая была у нас в Таврическом дворце 17 октября. Я выступал там закладом на пленарном и секционном заседании. Доклад назывался «Актуальность ленинской идеи диктатуры пролетариата». В этой же самой аудитории Ленин выступал как раз в втором связи Коминтерна. Как раз в этом самом зале. И вот нам выдали бесплатно я получил «Москва, Родина, 2020 год». Ну, свежее нету. Значит, статья товарища Тружкова, член Центрального Совета Руссо. Руссо – это не русский, это российский ученый социалистической ориентации. Название мне лично не нравится – «Ориентация». Это как последователи. Мне это не очень нравится. Ну, что делать? Так называется. Докторы философских наук. Ну, докторы просто так вот не дают у нас. На странице 228 написано «Несмотря на деиндустриализацию, в современной РФ промышленный рабочий класс является самой многочисленной социальной группой общества. По данным государственной статистики в промышленности, на транспорте, в связи и строительстве трудится более 9,7 миллиона квалифицированных рабочих, занятых преимущественно физическим исполнительским трудом». То, что вы говорите на этом фоне, ну, какой-то детский лепец, честное слово, стыдно слушать просто. К ним надо добавить свыше 9 миллионов рабочих средней квалификации, операторов машин и оборудования, водителей автомобилей и так далее. В этих же индустриальных отраслях сосредоточено около 6 миллионов рабочих, занятых неквалифицированным трудом. И так практически 25 миллионов рабочих. Видите, разница на 1 миллион с Мазором. 25 миллионов рабочих, то есть более трети всего занятого населения РФ, более трети сосредоточено в индустриальных отраслях российской экономики. Здесь к месту будет заметить, что в последние три года численность и занятых, и безработных представителей рабочего класса остается практически неизменной. А вы рассказываете, что прямо исчезает прямо с сегодня на завтра. Напомним, что в 17-м году общая численность в обычных заводских рабочих составляла всего 3,5 миллиона человек. Значит, несмотря на деиндустриализацию РФ, последнюю четверть века сегодня в стране армия рабочего класса, более чем в 7 в скобках, в 7 раз превышает рабочий батальон с 17-го года, совершивший социалистическую революцию. В 7 раз больше, чем было тогда в России. Вот. Ну, а что вы рассказываете про то, что его нет у нас рабочего класса? А раз его нету, то все ваши эти марксистские кружковцы или кружковские марксисты, они не должны работать с рабочим классом. Не потому, что они не хотят, но его нету. Ну, раз не то, они что должны делать? Они должны в чатах сидеть и, значит, друг другу одном и том же убеждать, что его никакой революции не будет и не может быть. А раз не может быть, мы и есть революционеры. Ну, если ее не может быть, как вы думаете? Посмотрите теперь со стороны этого охранного отделения, которое вы как обобщенный образ ввели. Вот охранное отделение видит, есть какие-то кружки и семен во главе с последователями. Они не хотят делать революцию. Они только не хотят. Доказывают, что ее не получится, не надо делать. И они всех отговаривают от революции. Почему? Отговаривают, потому что считают, что ее не может быть ни в одной стране, ни в группе стран. И вообще, пока в Соединенных Штатах Америки не будет революции, никакой революции, вот эта публика, которую вы возглавляете, заниматься не будем. Поэтому вас из числа тех, кого надо пасти, вычеркивают вы вычеркнуты из этих. Поэтому не рассказывайте про свою революционность. Вы вообще никто с точки зрения охранного отделения. Вы охранители. Вы прекрасно людей направляете на то, чтобы они даже не думали о революции. Об этом охранители, охранное отделение должно только мечтать. Бесплатно люди за свой счет доказывают, что революции не надо делать, потому что она не получится. А почему не получится? Потому что теорию такую развели, что не будет никакой революции в России. И не только в России, в других странах не будет. Плевать, что уже есть социалистические страны, и одна страна построена социализм и сохраняется. И на Кубе, что у нас еще социалистическое государство. Нет, там не приложила реставрация капитализма. Плевать на это все. Главное, значит, всех убедить в том, что из этого ничего не выйдет. Вот убедить в том, в чем убеждал Троцкий. Только вот если весь мир сразу возьмется, а такого при империализме не бывает. Уже с объяснено, сколько раз объяснено, что неравномерное развитие не может быть сразу в группе стран, большой, и тем более во всех странах, в одной стране. И совсем не обязательно, а в той стране, в которой есть слабое звено. У Ленина есть специально на эту тему работа, связанная с анализом революции. С слабым звене. Это что, слабое звено? Это цитадель капитализма, империализма на Соединенных Штатах Америки. Вы хотите ждать, что все будут ждать, пока в цитаделе, капитализма, но надо, чтобы все обнищали абсолютно, и все было поуничтожали. Ради можно вообще, что это за теория? То есть, лучшего охранительства придумать трудно. это не какая-то группа людей, которых назначают охранителями или какие-то последователи, а это люди, которые духовно ориентированы на то, что никакой революции в России не будет, во крайней мере, на их веку, потому что надо ждать, когда будет революция в Америке. А пока надо бузить. А как бузить? Протестовать. Вы когда-нибудь видели, чтобы Ленин призвал к каким-то протестным действиям? Это глупость. Вот вы меня будете бить, а я протестую. Вы меня будете уничтожать, а я протестую. То есть, я ничего не делаю, я просто протестую. У меня все отбирают, и я протестую. У нас у рабочих все отбирают, вы их призывайте протестовать. А вы говорите, не надо протестовать. У вас вообще нет этих рабочих. Нет для вас рабочих. Если для вас рабочих нет, это замечательно. А вот, так сказать, охранное отделение, как вы говорите, оно еще замечает рабочих, а вы не замечаете. Потому что оно руководствуется статистикой, а вам наплевать на статистику. Что это за отношения? Не надо изображать из себя ученых тогда. Не надо изображать из себя теоретиков. Если вы этим не занимаетесь, если вы не выполняете элементарные нормы вообще научного подхода, считаетесь с данными, с цифрами, с публикациями соответствующими, а вы вдумываете то, что вам с головы сбредет, то это никакой не революционизм. Вы просто занимаетесь тем, что нужно этому охранному отделению. Остановить людей от борьбы за социализм в России, от подготовки социалистической революции, еще и доказывать рабочему классу, что его нет. Ну, как это все назвать? Как и назвать? Это вот охранительство вот в вашем исполнении по-семиновски. А какое вы охранительство имеете в виду? Это вы разберитесь с этими последователями. Назовите их и давайте их прилетем к ответственности. Ну вот, это вот такие главные вещи, о которых мы с вами говорили. И отсюда какие существуют выходы. Ну вот, например, как вот? Я все равно считаю, что вы все-таки не потерянный человек для теории социализма и для практики. Способный человек, безусловно. причем с авторитетом человек. И желательно, чтобы этот авторитет использовался на хорошее дело. Вот я вам советую, что выход из этого положения один взять и прочитать Ленина. Полное собрание сочинений. Вам не столько лет, сколько минут. Глядишь, меня не будет, а вы и замените. Вот будет хорошо. И приемница у нас будет. Вот и такая уже практика имеется. Вот я знаю уже многих людей, которые прочитали полное собрание очень твердо стоят на ногах. И вот такие фокусы, которые с вами происходят, с ними не произойдут уже. Потому что, ну, если вы читаете великих, то и вы сами становитесь великим. Потому что и Ленин прямо говорил, что мы стоим на плечах великих. Если выходить и видеть далеко, так надо встать на плечи тех, кто высок, а не на плечи тех, кто низок. Вот кто этому мешает? Ничего. Вот обращу ваше внимание на один ресурс. Называется он Академия смыслов логио. Ведущий этот ресурс Удовиченко Марат Сергеевич под влиянием, так сказать, вот той дискуссии, которая у нас происходит, решил прочитать полное собрание сочинений. Ну, точнее, для начала 45 томов. Статьи и работы основные. И, значит, устроили мы с ним такой семинар по-просчитанному. То есть он за неделю читает том. По окончании недели мы встречаемся с ним и обсуждаем содержание этого тома. Потом второй том, потом третий. Вот сейчас висит 16 томов. 16, вернее, таких обсуждений. 16 томов, которые прочитал Марат Сергеевич Удовиченко. Он, я думаю, в возрасте где-то вот в таком же, как и у вас. Ну, повыше ростом немножко. И ведет соответствующий ресурс. И вот он на этом ресурсе доказывает, что не надо биться, сказать, куда-то в какие-то клетки и выдумывать чудеса. Надо прочитать Ленина, потому что в Ленине сосредоточен марксизм. И Энгельс, и Маркс, и все другие. И вы, наверное, знаете, что эти много этапов прошли Маркс и Энгельс. Вот в коммунистическом манифесте еще нет идеи диктатуры Бальтериата. Она появилась позже у Маркса и Энгельса. Потом Энгельс в письме Вейдемейеру говорил, что некоторые говорят, что главное в моем учении классовая борьба. Вот вы с этой точки зрения все время выступаете. Классовая борьба, классовая борьба, классовая борьба. Диктатуру Бальтериата я у вас не слышал. Ни разу не слышал. Может, просто я мало слушаю или вы мало говорите, но не попадалось мне. Так вот, нет, говорит Маркс, эту классовую борьбу открыли еще французские буржуазные историки. Я могу даже вам сказать, кто. Тьерри, Милье и Гизо. А английские экономисты разработали экономическую анатомию класса. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам, что классовая борьба связана с определенными фазами развития общества. То есть, с общественной экономической информацией. Что эта борьба ведет к коммунизму. А коммунизм ведет к уничтожению классов. К полному уничтожению классов. Потому что, когда вы коммунизм установите впервые, это будет что? Низшая фаза коммунизма. Это можно посмотреть в критике годской программы Маркса. Это будет первая фаза неразвитой, незрелой коммунизм. С отпечатками капитализма. И от этого коммунизма теперь в рамках коммунизма надо двигаться к коммунизму полному, от неполного. Поэтому и у коммунизма нет никакого конца. Нет у него. Когда победит социализм, будет начало движения. Начало, а не конец. Когда социализм побеждает, это значит, что установлена общественная собственность. Началась фаза коммунизма, закончился переходный период или закончилось становление. После становления, между прочим, в диалектике идет наличное бытие. Коммунизм стал не укладом в переходной экономике, в которой есть еще и патриархальный, и, так сказать, товарный, мелкотоварный, и мелкобружазный, госкапиталистический, частнокапиталистический уклад, а единственный уклад, а когда единственный уклад, это уже не уклад. Это значит, что социализм победил. А что значит социализм победил? Значит, общая собственность на средства производства, хотя и в разных формах. Но общая, единая собственность, все в общественных интересах. Общественные интересы имеют классовый характер, есть интересы рабочего класса. И вот рабочий класс, тот самый городской, фабрично-заводской, промышленный пролетариат, про которую говорите, что его нет, продолжает свою классную борьбу до полного уничтожения классов. А вы так вот несерьезно относитесь к такой великой работе, которая называется «Великий почин». Это вас не красит. К теории надо относиться очень серьезно. Если вы только эту работу прочитали, я думаю, можно еще на эту тему хихикать. Если бы вы все прочитали, то вы понимаете, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Вот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Вот я вам и советую выбрать, вы за какую диктатуру. А не думать, что можно без диктатуры пролетариата построить, или без борьбы за диктатуру пролетариата получить когда-нибудь социалистическое общество. И не надо людей отводить от строительства и борьбы за социализм, и выполнять охранительскую роль, и доказывать, что у вас ничего не выйдет. Вы стоите, людям так тяжело бороться, а вы стоите рядом и доказываете, что у вас ничего не получится. И вот те люди, которые борются, они в один прекрасный момент дадут вам по рукам. Потому что тот человек, который мешает что-нибудь строить, он рискует получить как раз по рукам и еще по чему-нибудь. Вот я советую вам это все принять во внимание и обдумать. И с уважением к вам, Михаил Васильевич Попов. КОНЕЦ